Итак, время моего мастер-класса. Всем здравствуйте! Кто меня не знает, меня зовут Екатерина Мирошниченко. Я так думаю, меня уже перед этим представили. Сейчас тема моего самого любимого бокса Dolce, который буквально не так давно стартовал. И я так думаю, нас впереди ждут еще очень много интересных боксов с темой модных домов. Но вот к Dolce я готовилась, наверное, дольше всего. Наверное, больше всего времени потратили с дизайнерами на разработку тех или иных украшений, декораций. Потому что нужно было сделать лишь вдохновение, лишь такое легкое повторение Dolce & Gabbana. Потому что прямого использования логотипа, каких-то знаков, аксессуаров там, конечно же, нет. Мы стараемся не нарушать авторские права. Но бокс получился восхитительный. Давайте посмотрим сейчас и поработаем. Поехали! Итак, начинаем наш мастер-класс. Тема мастер-класса это Dolce & Gabbana дизайны. Для этого мы будем использовать новую капсулу, новый бокс, который называется Dolce. И как раз название, оно соответствует тому, что это дизайны по мотивам моего очень любимого дома, модного Dolce & Gabbana. Если посмотреть все украшения, которые вы сейчас увидите, и дизайны, которые мы сейчас будем с вами делать, там, конечно, очень много вариантов дизайна. Не только в стиле именно дорого-богатое, именно вот прям вот украшения. А очень много цветочных вариантов, несмотря на то, что сейчас осень-зима у нас, сезон. Но так как осень-зима сейчас яркая, это уже вторая осень, когда мы себе позволяем покупать и верхнюю одежду, и аксессуары, и обувь, и все очень ярких оттенков. Давайте посмотрим, какие цвета входят в этот бокс. Сейчас я быстренько сделаю небольшую выкраску этих цветов. И мы с вами приступим к вариантам дизайна. Я сейчас постараюсь нон-стопом показывать, вот сколько можно будет уложиться за отрезок, которым не отведен. Вот столько мы с вами и сделаем. Итак, 4 гель-лака входят в наш бокс. Они все с приставкой Dolce идут. Смотрите, они все с приставкой Dolce идут. Дальше. В отличие от предыдущих боксов, у нас получилось сюда добавить аж 10 слайдеров. И смотрите, какие они роскошные. 5 плоскостных и 5 как раз украшений. Вы сейчас эти украшения увидите. 2, 3, 4, 5. И при близком рассмотрении с эффектом стекла такая технология позволяет создавать украшения, имитировать стразы. И на удивление, такие слайдеры, они очень хорошо носятся. Они отлично, идеально носятся. Сейчас я расскажу особенности, как работать с такими слайдерами и как работать с плоскостными слайдерами из этого бокса. Здесь какая особенность у этих слайдеров? В том, что они очень тонкие, но при этом имеют огромные объемные вот такие элементы в виде страз. У этих слайдеров плоскостных особенность то, что они сделаны на белой подложке, чтобы можно было приклеить даже на такой вот темный оттенок черного. И при этом читаться будут все ваши цветы. В общем, есть особенности работы и со стеклом, и есть особенности работы с белой подложкой у цветочных принтов из этого бокса. Ну и конечно не забывайте, что в боксе всегда идет в электронном виде лукбук. И для этого ничего не нужно сложного делать. Вы просто наводите на этот QR-код камеру вашего телефона и попадаете на электронную версию каталога. Оттуда вы можете скачивать все варианты фотографий, которые есть в этом лукбуке. Можете использовать у себя в аккаунтах, в инстаграм, вконтакте, в фейсбуке. Причем мы приветствуем использование, чтобы вы не тратили время и не тратили ресурсы бокса на то, чтобы сделать какие-то варианты, сфотографировать и прорекламировать вашим клиентам. Поэтому смело берете и пользуйтесь нашими электронными красивыми фотографиями и рекламируете новые дизайны на предыдущий сезон. И рекламируете, простите, пожалуйста, варианты дизайна для нынешнего сезона и для следующего сезона. Так, ну что, давайте откладываем в сторону. Делаем с вами быстро выкраску. Так, первый цвет розовый, Dolce. Этот цвет сейчас как раз есть у меня на руках. Он неоновый. Здесь содержится неоновый пигмент. И, соответственно, после полимеризации этот оттенок чуть-чуть видоизменяет поток. Но потом это все исчезает, восстанавливается. Просто вы знаете, что когда неоновый пигмент содержится в гель-лаке, при просушке этого гель-лака ультрафиолет начинает поглощаться. Начинает поглощаться покрытием при полимеризации и он немножко темнеет. Но это незначительное потемнение, восстанавливается потом часа через 3-4. И у вас будет снова такой сочный кукольный оттенок. Ну, сейчас мы, если с вами сравним, видите, небольшая разница присутствует. Но после того, как пройдет несколько часов, цвет снова восстановится. Это особенность не всех, конечно, неонов, но большую часть это касается именно розовых оттенков с примесью неоновых пигментов. Так, следующий цвет у нас с вами идет Dolce Green. Очень красивый зеленый. Дальше, восхитительный черный. У него очень благородный и красивый перламутр. Вот, для всех, кто любит черные оттенки, вы будете в полном восторге. Очень красивый. Цвета все плотные в этой коллекции, поэтому внимательно со слоями, видите, даже перламутровый цвет очень хорошо в один слой ложится плотно. Вот, поэтому не переборщите, чтобы все это сполимеризовалось хорошо. И последний цвет фиолетовый. Дольче пурпур. Классический. Не слишком яркий и не слишком пастельный. Вот такой вот прям, знаете, идеальный фиолетовый для осени. Так, и теперь можно с вами теперь переходить к дизайну. Дольче Гавана, они, конечно, призваны сделать женщину очень яркой. И поверьте, мимо нее не пройдет ни один мужчина. Я это уже на себе испытала. Меня хватает за руки все подряд. Что вот у меня сейчас вот такой маникюр. И, конечно, у людей просто ступор наступает. Они, когда видят мой маникюр, несмотря на то, что сейчас осенне-зимний период, например, в контексте темного гардероба, этот будет просто восхитительно смотреться. Так, ну, поехали. Я сейчас постараюсь за отведенный мне отрезок времени сделать максимальное количество вариантов. Мы сейчас попробуем поработать со всеми вариантами слайдеров, которые входят в этот набор. Надеюсь, наши типсы и не скоро появятся в продаже. Но это не раньше, чем через год. Видите, что продается... В принципе, неплохие типсы. Я покупала на Алиэкспресс. Сразу отвечаю на вопрос, где такие типсы брать. Я их каждый раз в разных пестах беру. Но, в принципе, на Алиэкспресс найти можно. Единственное, он их видит недостаток, надо постоянно их допиливать. Пишите в комментариях ваши вопросы. Я уже после окончания мастер-класса прям сяду отдельно и поотвечаю на все вопросы. Так, ну, поехали. Предлагаю начинать с розового. Ну, первый, самый простой вариант, это когда мы делаем на весь ноготь покрытие. Тоже, видите, цвет очень плотный, поэтому не наливайте гель-лак в суши. К этому оттенку идеально подойдут именно вот эти слайдеры. Я хочу взять вариант побольше. Какой бы вырезать? Ну, давайте вот здесь вот с краю вырежем побольше вариант прям вместе с маком. Потому что мне еще нравятся в конце все цветы из этого бокса эмфастой проходить, дорабатывать, создавать такой красивый объемный эффект, как будто цветы с нуля были полностью нарисованы. Так, где мой пинцетик? Пинцет, фельдер. Так, берем водичку. Сладер я уже говорила на белой основе, поэтому... Работать будем штампиком. Основной материал, который прям большой расход идет, это топ-слайдер, потому что... Так как в боксе одни слайдеры, то, соответственно, мы работаем в основном только топ-слайдером. Пишите ваши предположения в комментариях, какой же будет следующий бокс, какой модный дом, какому модному дому будет посвящен следующий бокс. Я прям очень люблю, когда вы начинаете варианты ваши придумывать. Сейчас почитаем, кто угадает. Так, топ-слайдер. Так как слайдер на белой подложке, соответственно, у них появляется такой достаточно весомый объем. Это уже такая не тонкая наклейка, поэтому рекомендую топ-слайдер пересушивать до одной минуты. Тогда у него клейка основа становится более сухая, но, например, слайдер уже сильно не подвигаешь. Поэтому нужно более точное приклеивание, а для этого вот штампик идеально подойдет. И желательно так, чтобы в зоне кутикулы, вот как здесь я вот этот ноготь когда делала, у меня попало прям в зону кутикулы. Сложновато вот эти плотные слайдеры, когда прям вот под кутикулу попадают они. Поэтому старайтесь где-то либо ниже кутикулы, либо вот как здесь, смотрите, в центральной зоне. Ничего страшного, вот как по бокам. Вот именно где кутикула плоховато можно распределить, как вот здесь, потому что здесь выпуклая часть. Видите, а вот когда где-то в центре, в зоне свободного края, они отлично ложатся. Так, как сделаем с вами? Я, наверное, чуть левее приклею. Нет, давайте правее. Вот так, правее. И вот здесь вот место как раз какое-нибудь украшение поместить. Все, видите, он хорошо так доложится, когда топ-слайдер пересушен. Гидробонт. Гидробонт и снова берем топ-слайдер. Здесь получается такая техника в работе с боксом. Послойное нанесение слайдера на слайдер. Поэтому, чтобы ногти не получились толстоватые, я первый слой наношу топ-слайдером, а потом беру вот отдельную кисть. И отдельной кистью можно топ-слайдер чуть тоньше распределить. Все, и сушим снова. Так, сушим. Пока он у нас высыхает, какие мы с вами сделаем украшения. Так, ну, вот люблю вот такие варианты брошки потом обыгрывать. Поэтому предлагаю взять вот эту кругленькую. Кругленькую берем. Обязательно давайте вот такую штучку. Прямо начинайте гирлянды создавать. Особенно если длина ногтей позволяет. Так, и бантик. Где мои любимые бантики. Вот, и сюда в конце еще бантик просится. Знаете, наверное, сегодня в этом мастер-классе мы не будем дорабатывать еще росписью. Я, наверное, это оставлю на завтрашний день. Мы сегодня постараемся как можно больше примеров сделать. А вот завтра мы уже будем работать также Dolce & Gabbana. Но только я буду уже сложно сочиненные варианты делать. С использованием большего количества техник. Завтра мы еще добавим стемпинг. Добавим желтовскую роспись. Так, все, водичку опустили. Поехали. Мне очень нравится обязательно, чтобы чуть-чуть украшение заходило на предыдущий слой слайдера. Ну, в данном случае цветы. Так. И бантик. Бантик можно вверх ногами здесь приклеить. Здесь теперь еще можно ниточку потом нарисовать будет, чтобы такой законченный вариант у нас получился. Все. Ультрабонд. Ультрабонд. И любой финиш на ваш выбор. Я выбираю ультрашайн. Ультрашайн, наверное, это самый популярный топ. Я очень легкими движениями стараюсь наносить. Потому что украшения слайдера, они очень хрупкие. Сделаны на тонкой основе. Поэтому, если вы будете давить и пытаться убрать излишки вот здесь топа, чтобы украшение выглядело более объемно, вы можете потянуть за кисточкой вот эти красивые стразики, которые сделаны сейчас из смолы. Поэтому я обычно легкими движениями нанесла топ, а в конце уже беру любую кисточку и убираю там, где нужно лишний топ. Прекрасно носятся украшения, не бойтесь этого. Кто помнит, вот предыдущий бокс. Габриэль, да. Я с Габриэль отходила в течение полутора месяцев. Я носила все варианты дизайна, да. В Габриэль тоже идут вот такие объемные броши роскошные. Кстати, кто спрашивал, будут ли допечатаны броши отдельно, вот отвечаю сразу на этот вопрос, что мы в ближайший месяц допечатаем для вас отдельно броши. Поэтому, кто купил в прошлом месяце Габриэль и брошки уже закончились, скоро будет дополнительный тираж отдельно броши. Относила я броши отлично, потому что у меня была и вода, и песок, и что я только не делала. Поэтому не переживайте, вот такие украшения, они стоят очень надежно, они стоят очень надежно. Конечно, исключение есть всегда, есть клиенты, которые, возможно, там очень большую нагрузку делают на ногти и украшения могут повредиться. Но так смола очень крепко стоит, несмотря на то, что это слайдер и он на тонкой основе. Так, ну, все, вот этот вот вариант у нас с вами готов. Давайте следующий. Так, следующий вариант. Давайте сделаем фиолетовый. . . Кринокptан . Продолжение следует... Продолжение следует... Небольшой кусочек... Также водичку... Перед тем, как клеить кружево, мы сейчас с вами нанесем... Только на верхнюю зону, топ-слайдер... И в лампу... Здесь можно на 30 секунд... Здесь можно на 30 секунд... Я хочу здесь сделать наподобие вот такой композиции, но использовать... В общем, у меня здесь есть любимые бусы... Как-то много лет назад они у нас были даже в шармиконах, кто помнит... Вот я обожаю вот эти сегменты, когда 4 большой страз, 4 большой страз... Такой, знаете, а-ля Генрих VIII... Такие византийские украшения... Барочные... Где-то средневековые... Ну, для меня больше там эпоха Возрождения... Ну, вообще, Дольче Габбана они очень любят в таком стиле украшения... Да, крупные, массивные... Сочетают классические элементы... Какие-то иконы... Лики Святой Марии... Какие-то сердца... В общем, классное сочетание... Не все любят, конечно, Дольче Габбана... Как сам стиль... Да... Вот, но это на определенную категорию... Потому что вот я, например, отношусь к таким клиентам, кто... Готов потреблять такой дизайн и в одежде в том числе... Я это обожаю... Особенно в бижутерии... А для меня маникюр... Это по факту бижутерия... Я, например, не ношу украшений... На руках... Потому что для меня... Вполне себе... Украшения выполняет маникюр... Вот... Поэтому вот как раз маникюр, я считаю... Он может быть очень броским... Может быть... Слишком... Вот с этим словом... С приставкой, да... Слишком... И при этом вы, например... Можете быть в какой-то лаконичный очень гардероб одеты... Так... Обрабатываем ультрабондом... Ультрабондом... И теперь берем фиолетовый цвет из коллекции бокса... И делаем примерно... Видите... Сейчас мне немножко мешает сам слайдер сделать покрытие... Да... Потому что мы топ-слайдер сейчас не наносили... Ну... Под будущие бусики делаем примерно... Можно было бы сейчас нанести, конечно, топ-слайдер... Выровнять поверхность... Но я не захотела этого делать... Чтобы не было лишней толщины... Мы сейчас все это все равно спрячем под дизайном... Сушим... Здесь прям тщательно просушить минимум 2 минуты... Так... У нас этот вариант уже готов... Можно следом начинать делать... Чтобы время не терять нам с вами... Давайте следом начнем сразу зеленый делать... Вот... зелененький ну давайте зеленый покроем сейчас полностью пока зеленый сохнет мы с вами наносим топ слайдер надеюсь я его нанесу на всю поверхность и как я и говорила сушим сейчас одну минуту сейчас будет анютины глазки для занятины глазки мы брали в том числе как и предыдущие цветы хотела бы напомнить курс дольче габбана жестовская роспись и многие вот кстати когда курс вышел весь год просили сделать эти цветы в слайдерах поэтому когда подошла очередь делать бокс посвященный дольче габбана мы сразу вспомнили что нужно брать принты именно нарисованные отсюда поэтому вот они эти анютины глазки мы взяли прямо искусство нарисованное нами возвращаясь к теме что все таки это у нас ногти и ногти я воспринимаю вам того же свету воспринимать как бижутерию да можно одеть громоздкие красивую бижутерию виде колец сюда можно просто сделать такой роскошный маникюр вот с этим согласны и самое главное либо ногти такие либо украшения должно быть что-то одно я даже знаете как рекомендую браслета не одевать максимум там красивые часы какие-нибудь и все так выкладываем здесь видите чтобы бумагу не мочить выкладываю куда-нибудь в другое место 5 водичка 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 все пусть они у нас мокнут есть прям вот такой носите будет аж три слоя ничего страшного но все будет не то что не переживайте так и моя любовь как же я их люблю будьте очень осторожны стекло на очень нежная аккуратненько вот этими легкими движениями так и даже у нас вот это украшение идет пока она у нас есть готовится размокает мы с вами берем снова штампик так я хочу под цветочку и так по бокам просто добавить не сильно захожу на вот эту границу потому что там что-то будет это украшение смотрите если подобрез попадает рекомендую сейчас подсушить смотрите сушим потом берем пилочку ой простите сейчас я чуть-чуть изменила так вот подниму камеру повыше так подсушили секунд 30 ну а желательно признать это же минуту подсушить подсушили и вот такими движениями если это прям уже валик да то взять маникюрные щитчики и аккуратно ими обрезать если это свободный край то можно просто подпилить снова ультрабонд снова ультрабонд и топ-слайдер сейчас топ-слайдер желательно нанести например не на весь много да и вот только внизу нанесу его сейчас возьму отдельную кисточку и прям постараюсь убрать чтобы не было толщины максимально тоненько сушим смотрите здесь освободила место в центре здесь можно например крестик такой поставить там центре между цветами который будет присоединен вот к этим бусиком у нас целый слайдер посвящен только крестиком потому что в дольче габбана их очень много а вот эти крестики которые вы сейчас видите вот особенно вот эти три ряда этого прямо из последней коллекции они у них не совсем классические а в таком стиле арт-деко сделаны ну очень здоровски так крестик и вот так я сейчас просушила 30 секунд топ-слайдер поэтому если что могу чуть-чуть подвинуть все и примерно постарайтесь в центре потому что он все равно не будет доходить по краям если ноготь широкий но если узенький то будет прям в кутикулу упираться чтобы можно было подвину подвигать в общем все и вот здесь наш крестик идет тоже чтобы можно было подвигать тот же крестик да сразу может не получится идеально ровно приклеить можно догнать и переворачиваете ноготочек и центруется все надо знаете что было не фиолетовый брать и что-то надо было вот этот золотой взять давайте снимем видите потерялся фиолетовая на фиолетовом потерялся так прошу прощения мы сейчас с вами переделаем чтобы уже прям красиво было как жалко целый крестик испортила катя я тоже трясусь за ними потому что у меня только одна упаковка но я сейчас заказала себе еще один бокс ну я так думаю получится как с габриэль боксом что когда мы продадим весь бокс к тому времени большая часть мастеров кто поработали этим боксом у вас как раз украшения подойдут к тому что они у вас под закончились чуть-чуть и компания обязательно напечатает поэтому не переживайте кто израсходуют все потому что они конечно роскошные эти украшения я так думаю здесь будет допечатываться все и цветы в том числе как хорошо готовый вариант также по выбору берете любой то украшаем сначала легкие движения до потом отдельная кисть отдельная кисть и сушим так и теперь работаем с вами зеленым вариантом так ну для зеленого делали вот такой слайдер смотрите здесь как раз элементы леопарда элементы зелени в зелень опять же ввели фиолетовый потому что очень хорошо вот этот кустик он еще и на фиолетовый на пурпурный цвет из этого бокса подходит поэтому вот классный он предлагаю вам сочетать это сердечком не знаю почему вот почему это сердце я его чаще вот с этим кустом сочетаем клею куст вот а потом по границе делаю вот такую гирлянду мы сделаем это где недавно показывала видите со степпингом тоже круто вот можно завтра наподобие очень другое сделать тоже со степпингом и с леопардом так а сегодня мы варианты такие попроще делаем давайте кустик возьмем я возьму этот самый большой тоже на белой подложке будет видно на любом фоне водичка положили что мы к нему сердечки очень классные сердечки у меня есть сока тоже настоящая дочка бана я помню когда я ее покупала купила из-за того что там как раз вот эти сердечки так сердечки сердечком ну что мы можем добавить так крестики вот такие есть сока в великолепные крестики они очень классно комбинируются тоже со всеми вариантами 10 цепочки есть и крестики с цепочком и короткие цепочки с крестиками ну и какую-нибудь гирлянду давайте вот этот элемент добавим хорошо все готово поехали так топ слайдер первый слой топ слайдер сушим одну минуту топ слайдер давайте пока у него тут высохла учет на фиолетовые варианты посмотреть перепилила ноготь он короткий у меня такой получился смешной ну ладно эти дизайны конечно для длинных ногтей я вас уверяю если у клиента будет короткий понятно что вы дизайн просто сделать и быстрее не нужно будет столько вариантов использовать столько много так тоже специально делаю вот так на границе напополам вот так и вот сюда в левую часть приклеиваю есть такая же техника послойного нанесения поэтому ультрабонд обработали ну так как слайдер такой крупный достаточно мы берем топ слайдер здесь наносим на весь ноготь берем сразу же отдельную кисть убираем излишки чтобы максимально тонко было можно кстати сразу наносить отдельной кистью вот вы можете сразу брать отдельную кисть и отдельной кистью наносить убираете все эти излишки суши так 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 сейчас мне тут нужно кисточку чуть-чуть смочить чтобы она мягче была я ее смачиваю скульптурным гелем так просушили поехали дальше эти здесь как конструктор собираете как конструктор лего обязательно приходите завтра мы также поработаем дольче габбана но я сделаю же варианты посложнее потому что действительно можно работая со слайдерами сделать очень сложные техники поэтому мы завтра и роспись добавим и степпинг еще добавим также ультрабонт ультрабонт и любой финиш по желанию так как все последнее время любят ультрашайн что он действительно очень износостойкий берем ультрашайн теперь излишки убираем и в лампу суши можно было кстати с матовым топом попробовать сделать наверно сейчас с вами попробуем так давайте следующий вариант лучше с вами с черненькими работали цветом да как раз 4 типс у нас будет черный как раз равное количество будет я тут кстати недавно поняла что самый лучший пота фикс все таки не белый а желтый что такое пота фикс это то что мы используем для приклеивания что мы используем для приклеивания белый не так хорошо приклеивания лучше желтеньким так с черным что мы сделаем с черненьким так давайте напополам сделаем вот с этой стороны прям по ровной линии кусочек делаем отбивочку так сделали небольшая часть сушим вверху мы разбавляем этот свет палитру разбавляем стопом любым так давайте тут слайдер стоит кстати очень красиво разбавляется там же сервис внутри этого цвета идет вот так 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 Можно просто в несколько слоев прозрачно-прозрачно один слой нанести и сейчас мы второй слой добавим. Сейчас я чуть прозрачнее сделаю, что-то как-то плотно нанесла, можно даже вот так вот поперек, чтобы такая сеточка была, все сушим, конечно же черное здорово сочетать с кружевом, с тем же, да, вот и мне еще вот эти цветы нравятся, эти цветы мне нравятся и на розовом, и на черном цвете, я их обожаю. Так, мы с вами возьмем здесь, давайте тоже, наверное, поштучно цветы, а можно вот так вот поперек, давайте поштучно, так же, справа слева по цветочку. Вот эти цветы обожаю дописывать в жостовской технике, так красиво получается, но это мы завтра с вами попробуем. Сейчас я фокус не могу настроить. Что-то со мной случилось, не могу настроить. Ладно, сейчас чуть попозже, я отвлеклась. Так, топ-слайдер. Наносим труб-слайдер. Наносим труб-слайдер. Сначала я приклею, а здесь, в принципе, можно и кружево, и цветы. Мы сейчас все это параллельно сделаем. Давайте возьмем здесь кусочек, смотрите, я вот этот вариант режу пополам, у меня два вида кружева получаются. Видите? Так, вот уже. Тушу водичку. Так, это у нас будет верхней части. По кутикуле. Когда по кутикуле, конечно, слайдер здесь лучше брать прям щипцы для маникюра и обрезать щипцами для маникюра. Так как у меня типш, мне будет удобнее так сделать. Так, вот так. Так, вот так. Все, я уже под конец мастер-класса замолчала чуть-чуть. Смотрите, вот я сейчас вижу, что у меня второй слайдер попадет сейчас на предыдущий цветок. Чтобы он у меня крылышки не поднял, а он может крылышки поднять. Мы с вами сейчас все-таки обработали ультрабондом и нанесем сейчас топ-слайдер. Потому что на белой подложке слайдеры друг на друга не рекомендуется клеить. На тонкой подложке, например, как кружево можно. Да, они посредством ультрабонда, в принципе, хорошо приклеиваются друг к дружке. А с белой подложкой слайдера они тогда начинают крылышки поднимать. Вот они начинают крылышки поднимать. Поэтому сейчас мы подсушим. Какое сюда украшение можно добавить? Что же мы такое добавим? Давайте возьмем этот кусочек цепи. Пусть у нас цепь будет идти через весь стипс. Мы сейчас на эту цепь что-нибудь повесим. Так, цепь. Так, вот эта штука тоже очень красивая. Так, мы сейчас посмотрим. Приклеили. Видите, вот так вот можно делать. А друг на дружку без слайдера нельзя. Так, я, наверное, вот так сделаю. Вообще объемные их не очень удобно так приклеивать, таким способом. потому что вот эти стразы, которые, видите, они торчат, они мешают. Но все равно. Так легче. Так, хотя у меня сейчас эта штучка попала прям сюда. Ну ладно. Здесь вот можно стразики обычные добавить. Тоже будет хорошо. Так, что-то я не надумала, что сюда приклеивать. Наверное, вот такую штучку совсем маленькую. Аккуратненькую приклеим. Тоже в виде крестика. Что-то большое не хочется, потому что у меня там, видите, и цветы попали. Так. Вот видите, вот с ней получше. Все остальные, наверное, слишком массивные будут. Все, сюда, наверное, вот еще стразик просится. Но стразик мы уже давайте сверху. А, или можно сейчас стразик. Сейчас мы какие-нибудь стразики посадим. Все, еще что горошек не сделаешь, самое главное. Теперь можно поставить горошек. Возьмем этот же гирелак и им дорисуем горошинки. Все в таком бахе. Ого. Такую. Возьмем это, что-то. Мне кажется, я обзываю. Возьмем это. Возьмем это. Возьмем это. Крыть. Придем. Ого. Возьмем. Возьмем это. А для того какого. Сушим, вот такой у нас египюр и фатиль здесь, что у нас с вами на выходе получилось, у нас сегодня с вами 4 варианта, но сегодня я вам такие простые варианты показала, давайте завтра сделаем уже посложнее, более навороченные, чтобы у нас роспись с вами была, и стемпинг завтра добавим обязательно, так, фото я выложу в сториз, или может быть пост сделаю, да, наверно в сториз это будет как-то нет, если что, и вконтакте мы сделаем пост с фотографиями с мастер-класса, чтобы вы потом уже зашли и скачали итоговые работы, договорились. Обязательно заходите в инстаграм, ко мне в контакт, а там есть уже фотографии и фикс, примеров, сколько всего можно сделать, там очень большой ассортимент с каждым цветом и с каждым слайдером. Ну так, наш мастер-класс подошел к концу, надеюсь, что вы получили заряд вдохновения, потому что вдохновение сейчас это очень важно, вдохновение в работе, вдохновение в общении с вашими близкими, потому что если вы сами вдохновлены, вы будете вдохновлять всех людей вокруг. Любви вам, удачи и хорошего рабочего настроения! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok